Хронический танзелит – это воспалительное заболевание нёбных миндалин или глан. Это когда в толще миндалины, в лакунах, в этих трубочках, из которых она состоит, начинает скапливаться гной, то есть это патологическое содержимое, это продукты жизнедеятельности, бактерии, слущенные эпители миндалины. И люди страдают от частых ангин, боли в горле и образования гнойных пробок в лакунах. Нёбных миндалин, пластиковые зонды с ватной намоткой для обработки лекарственными препаратами нёбных миндалин и аденоидной ткани. Также конюля для промывания лакун миндалин. Мы используем такие пластиковые, одноразовые, атравматичные конюли для промывания лакун миндалин. И сам препарат запатентированный у нас, это фитопрепарат, растительный, нетоксичный, местный природный антисептик, природный противовоспалительный препарат, который мы вводим в лакуны нёбных миндалин с помощью этой конюли после промывания. Аудиометрия позволяет узнать о состоянии слухового анализатора, то есть состоянии слуха, как и звукопроводимости, то есть это работа среднего уха, так и звуковосприятия, работа самого слухового нерва. Тимпанометрия – это метод исследования подвижности барабанной перепонки. Часто у детей с аденеидитами как раз-таки проблемы со слухом, связанные с плохой вентиляцией через нос, через слуховую трубу среднего уха. И чтобы это контролировать, используется такое обследование, как тимпанометрия. Также для контроля эффективности лечения у детей, то есть мы сначала перед курсом можем замерить носовое дыхание, как человек дышит, и после курса лечения, то есть опять-таки посмотреть на показатели носового дыхания и видеть динамику, то есть видеть разницу, как дышал человек. Чего мы хотим добиться? Во-первых, укрепить местный иммунитет, что аденоидная ткань, что нёбные миндальные. Это всё-таки орган периферического иммунитета. И когда они в таком вот состоянии хронического воспаления, то есть когда у детей в носу отёк, слизь или слизь гнойно отделяемая, то иммунитет у них страдает, то есть они чаще болеют. И вообще, в принципе, их активность как-то от этого нарушается. Вот. Если мы добиваемся того, что местно вылечим этот орган, так сказать, то есть уберём эту патогенную флору, уберём слизь, уберём отёк, тогда и носовое дыхание у детей улучшается, и иммунитет, и общий тонус организма тоже приходит в норму. Продолжение следует...